Киностудия Центр Научфильм Киностудия Центр Научфильм Киностудия Центр Научфильм И Дмитрий Кожевников Возвращение нормальным не гарантируется Рейс чартерный продолжительностью 19 минут земного времени Киностудия Центр Научфильм 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 Уменьшение масштаба имеет свой предел Наступает рубеж, когда даже самая современная техника бессильна Инструменты настолько грубы по сравнению с объектом исследования Что увидеть что-либо, не разрушив его, невозможно Это нижняя граница видимого мира А что же дальше? Эту философскую игрушку описал еще две с половиной тысячи лет назад Герон Александрийский. Колечки движутся по цепи, как отдельные частицы. Но ведь это цепь, и каждое кольцо находится в сцеплении с соседями. Так же оно может передвигаться. Кольца поочередно переваливаются, оставаясь на своих местах. По цепочке бежит волна, создавая иллюзию движения отдельного кольца. Две встречные волны гасят друг друга. Игрушкой-игрушкой, но примерно так, устроен фотон, квант света. Он имеет свойство электромагнитной волны, прямой как цепь, и частицы, как отдельного кольца. Если цепочку Герона замкнуть, то колечко-волна пойдет по кругу. Так можно представить себе электрон. Это электромагнитный процесс, замкнутый в кольцо, в котором волна движется со скоростью света. Электрон имеет заряд и магнитный момент. Магнитные свойства проявляются при взаимодействии между электронами. Они отталкиваются, притягиваются. Упрямо не соединяются, или соединяются. Как обычные магниты, создавая довольно прочные связи. Точно так же они собираются в объемной конструкции. Например, вокруг атома, сохраняя свои магнитные привязанности. Теперь, когда у нас есть хоть какое-то представление об электронах, продолжим путешествие вглубь атома. Выберем в таблице Менделеева какой-либо объект. Например, элемент номер 102, но белый. Этот клубок электронов — модель атома Менделеева. Пролетаем сквозь его электронные оболочки. Там впереди ядро. Оно меньше самого атома примерно во столько раз, во сколько кольцо на пальце меньше кольцевой дороги вокруг Москвы. Мы привыкли представлять ядро как нечто круглое и компактное. На самом деле это вращающийся стержень, состоящий из дисков. Синим цветом выделены нейтроны, красным — протоны, число которых в атоме соответствует номеру в таблице Менделеева. У наберия их 102. Но ведь и они из чего-то состоят. В отличие от кольцевой структуры электрона, структура протонов и нейтронов спиральная. А природа та же, что и у электрона. Электромагнитная волна, движущаяся со скоростью света. Здесь кубики имитируют и продвижение волны, и ее вращение. Если вращение правое, то это протон. Если левое — нейтрон. Чтобы понять, из чего состоят отдельные кубики и сама спираль, придется опуститься еще на 20 порядков глубже, чтобы в миллиарды раз укропнить детали этой волновой среды. Вот она — гипотетическая структура таинственного эфира, или по-нашему, наномира. Снова кольца волновых процессов, сцепленных магнитными и другими неведомыми силами в упорядоченную структуру. И здесь, в каждом колечке, своя полная энергия жизни. Вся Вселенная, наш мир, да и мы сами, оказались комбинациями волн в этой среде. Каждый из нас в масштабе наномира — целая Вселенная. Поистине, как говорил Паскаль, человек распят между двумя бесконечностями — космоса и микромира. А что же дальше? Есть соблазн заглянуть еще глубже. Совершим скачок в неизвестность. Еще на 18 порядков вниз. И здесь кольца волновых процессов, только более жестко связанных между собой. Другой мир, другие законы, другая энергия, скорости в миллион раз превышающие скорость света. Но это для фантастов. А нам приходится признать, что пустоты вакуума нет. Все пронизано волновыми взаимодействиями, и все вокруг состоит из процессов возмущений волновой среды. Пора возвращаться назад. Знакомая нам структура наномира. Каждый ее элемент и вся она находится в постоянном движении. Внутренняя энергия структуры преобразуется в форму волн возмущения. Линейные корребания наномира приводят к образованию всего спектра электромагнитных волн, рентгеновских лучей, частиц света и радиоволн. Вращательные движения элементов наномира и их колебания рождают электроны. А резонансные приводят к образованию элементов атомного ядра. Теперь, когда нам известны кирпичики мироздания, покинем наномир. Всего 18 порядков вверх, и мы уже в более близком нам мире атомом. Собственно, атома еще нет, но есть то, из чего он сделан. Спиральность элементов ядра объясняет взаимодействие между ними. Ведь витки соседних спиралей могут входить друг в друга. Возникающие сильные взаимодействия заставляют их складываться в столбик. Так возникает ядро. А вот это компьютерная модель вакония. Ядро вращается и изгибается. Причем период собственных колебаний создает узлы именно в тех местах, где происходит распад. Так делится ядро урана, что хорошо подтверждается экспериментами. Любое ядро, ввиду его малости, можно обозначить точкой. Рано или поздно всегда положительно заряженное ядро притягивает всегда отрицательный электрон. И, о чудо, это уже вещество, атом водорода. Именно электрон определяет размер атома водорода и, следовательно, размер электрона равен его диаметру. А если два электрона взаимодействуют как магниты и находятся на равных расстояниях от атома, то это уже гелий. Когда электронов много, то они соединяются так, чтобы быть равноудаленными от ядра, образуя электронную оболочку в виде кольцеграника. Они не могут соединиться по-другому из-за магнитных свойств электрона. Возможно только кольцеграники из восьми электронов, кольцеграники из восемнадцати электронов и кольцеграники из тридцати двух электронов с симметрией футбольного мяча. Казалось бы, такой набор кольцеграников случайен, но он замечательно подтвержден длиной периодов таблицы Менделеева. Соберем электронную модель атома с двумя электронными оболочками. Это неон. Ядро сильно воздействует на электроны. Те, что дальше от него, имеют размеры больше, те, что ближе, меньше. Так образуются электронные оболочки, находящиеся одна внутри другой. От количества электронных оболочек и заполненности их электронами изменяются химические и физические свойства элементов и их агрегатное состояние. И именно это лежит в основе всего разнообразия привычного нам мира. Если в оболочке не хватает электрона, то такой атом становится активным. Образуется химическая связь. Получилась молекула хлор-2. С помощью шариков, каждый из которых либо атом, либо молекула, моделирует химические связи между ними. Своебразный конструктор, учитывающий однако свойства электронов. Это электронная модель ячейки кристалла льда. Наименьшая ячейка кристалла обыкновенной поваренной соли. А это кристалл углерода алмаз. Часто электронов не хватает для образования кольцограммника. Тогда возникает возможность появления двойных связей. Это углерод. Реализуя такую связь, он справа и слева присоединяет кислород, превращаясь в углекислый газ. Существует класс соединений, в которых электроны располагаются параллельно из-за перестроения симметрии. В этом случае реализуются полуторные связи. Образуется сложная электронная поверхность. Такие модели демонстрируют всевозможные формы электронных поверхностей в соединениях с различными химическими связями. Становится возможным определить и увидеть форму атомов, молекул, кристаллов. В наших руках общий закон формообразования микромира из частиц, которые увидеть нельзя. появилась возможность конструирования молекул из магнитных колец в привычном нам мире. Для этого достаточно взять столько кольцевых магнитов, сколько электронов в молекуле. Фрагменты нити жизни ДНК, построенной по этому закону. Каждый последующий год может примагнититься к предыдущему лишь тремя способами. Так обнаружился общий композиционный генетический код. такой код дает алгоритм для построения всех разновидностей белков человека, а их более 100 тысяч. Модели дают возможность увидеть воочию положение каждого электрона с точностью в тысячу раз сильном электронном микроскопе. Определить форму, свойства атомов, молекул, кристаллов и соединений, из которых состоит все живое. Это молекула ДНК. Это скромная таблица по существу периодический закон для биохимии. Она подобна таблице Менделеева ключ к созданию новых белковых соединений с нужными свойствами. КОНЕЦ КОНЕЦ Что же испытываешь, покинув таинственный наномир? Разочарование от того, что вокруг нас от атомов и молекул до звезд и галактик, да и мы сами состоим из клубка электромагнитных процессов. Удивление и многообразием природы неизвестно откуда берущий колоссальную энергию, чтобы все это создать. или чувство своего единства, неразрывной связи с макро и микрокосмосом. Субтитры создавал DimaTorzok Через привычные приметы нашей жизни, через окружающий нас макромир, мы направляемся в мир бесконечно малых частиц и явлений. Однажды мы уже проделали этот путь с целью ощутить масштабы, понять устройство этого мира. Теперь наша цель его энергетика. Попробуем найти ключ к пониманию процессов невидимых и неощущаемых, которые можно представить себе лишь с помощью компьютера. наша вселенная, все окружающее нас и мы сами проявление жизни этого мира. изучая его, можно заглянуть в будущее энергетики человечества. с помощью магического кристалла алмаза начнем путь вглубь материи. Сначала увидим общую картину кристаллической решетки. Затем компьютер покажет ее крупнее. электронная электронная структура. Из периодической таблицы Менделеева выберем объект на атомном уровне. Пусть это будет 102-й элемент на беле. Этот клубок электронов модель атома Набелия. А это его компьютерное изображение. Сейчас мы пролетаем сквозь его электронные оболочки. Напомним, что каждый электрон это замкнутый в кольцо луч из электромагнитных волн. Там впереди ядро. Оно на 5 порядков меньше атома. Ядро в свою очередь состоит из протонов и нейтронов. Это кольцевые и спиральные образования из электромагнитных волн, движущихся со световой скоростью. Обратим внимание, вещества в привычном нам виде нет. Нет молекул, атомов их соединений и взаимодействий. Позади и обычная, и химическая, и ядерная энергетика. Здесь кубики изображают движение волн невидимой среды, внутренняя энергия которой на много порядков превышает электромагнитную, определяемую формулой Эйнштейна Е равно МЦ квадрат. Траектория волн в среде может быть спиральной, как в элементах атомных ядер. Кольцевой, как в электронах. Прямой, как в частицах света. Волны радиодиапазона распространяются во все стороны. Но что же такое эти волны? Из чего они состоят? Чтобы увидеть их строение, необходимо увеличить масштаб изображения на 19 порядков. Там цель нашего путешествия наномир. Снова бесконечный ряд циклических волновых процессов. Скорость и вращение элементов в миллион раз превосходят скорость света. Частота зависит от энергии процесса. Мы пришли к выводу, что в сверхмалых масштабах в наномире в среде называемой эфиром имеется упорядоченная структура наподобие кристаллической. Она заполняет видимую часть Вселенной и весьма активно. Каждый кольцевой элемент обладает внутренней энергией вращения и внешней энергией колебаний. Вся структура наномира эфира обладает огромной внутренней энергией, внешним проявлением которой являются электромагнитные колебания ее элементов. Компьютер позволяет представить электромагнитные колебания отдельного элемента эфира. Поперечные деформации множества элементов эфира приводят к возникновению электромагнитных волн. электромагнитных распространение их идет в разные стороны, то это радиоволны. Если волны сфокусировались в луч, это фотон или гамма-квант. Если фотон или гамма-квант замыкаются в кольцо, то это электрон. Если траектория не кольцевая, а спиральная, то возникает элемент атомного ядра. Если никакой деформации нет, волны идут параллельно. Изменение концентрации элементов эфира приводит к искривлению фронта волны. Она поворачивает туда, где скорость меньше. Если это лучи, то есть фотоны, их траектории тоже искривляются. Если это электрон, возникает гравитационный дрейф. Все эти процессы причина гравитации. Повторяемость элементов эфира определяет повторяемость происходящих в нем электромагнитных процессов. Именно она образует всеобщие закономерности, определяющие законы классической физики для нашего мира. Что касается энергии наномира, то она превышает ядерную в немыслимое число раз 10 в 74 степени. Вращательное движение элементов эфира можно преобразовать в колебательное и далее в электрический ток. Подобно тому, как скрытая энергия пара превращается в движение паровоза. Нужно только сделать паровоз для наномира, который заставил бы требезжать его элементы. В случае удачи это принципиально новый источник энергии, создающий электрический ток высокой частоты буквально из любой точки пространства. Проводник специальной формы направляет колебания элементов эфира вдоль своей поверхности, заставляя их дребезжать. Важно, чтобы этот дребезг не затухал. Для этого проводник должен их сохранить. Такой проводник называют резонатором. Колебания сохраняются, если потери на излучение будут не более 1%. В фильме, особенно компьютером, возможно все. Но в реальности все не менее. Чтобы добиться резонанса, необходима высочайшая точность изготовления резонаторов. Исключительная чистота материалов, разработка и внедрение новых технологий. ясное понимание организации материи на субатомном уровне. Ну и, конечно же, финансирование реализации идеи. Это радиотехническая лаборатория. Здесь проверяют наличие резонансных свойств различных систем. В нашем случае это так называемый трезубец Нептуна. Подключаем заземляющую шину и генератор сигнала передатчика. Электромагнитным щупом снимаем отраженный сигнал. Сигнал зависит от положения щупа. Максимальное напряжение возникает на остриях проводников. Возбудить резонатор непросто, но прибор фиксирует наличие резонанса. Эта решетка состоит из нескольких крестообразных резонаторов. Чем меньше радиоволна она излучает, тем лучше ее резонансные свойства. Отсюда очень высокие требования к качеству поверхности и симметрии конструкции. Попробую измерить потери на излучение. И здесь отраженный сигнал зависит от положения щупа. Для любых известных резонаторов коэффициент отражения меньше единицы. Но в нашем случае он больше. Это значит резонатор преобразовал внутреннюю энергию эфира в электрическую. Гипотеза о возможности использования энергии наномира подтверждается. А следовательно делает бессмысленными все усилия человечества по усовершенствованию сжигания дров, угля, нефти, добычи экологически опасной химической и ядерной энергии. Как известно, все проекты вечного двигателя даже не рассматриваются ни одним патентным бюро мира. Но у нас в руках не вечный двигатель. Это лишь преобразователь внутренней энергии эфира в электрическую. Другое дело, что сама энергия среды наномира неисчерпаема. Движение среды воздуха в данном случае получит флаг. По законам физики можно представить и движение флага относительно воздуха. Подобно тому, как плывет в воде рыба или ползет по земле уж. Они используют окружающую среду для передвижения. Но, как оказалось, можно использовать для движения и среду наномира. Если нарушить симметрию резонатора, силы не будут уравновешиваться, и он оттолкнется от эфира, как уж или рыба от воды. Это резонатор, преобразующий внутреннюю энергию наномира в электрическую. Другие хорошо работающие модели вдруг оказались невероятно знакомыми. Презупция Нептуна, Зевса, Шива, Перуна и других богов. Все они символы силы и энергии. Случайно ли это? Это модель структуры наномира с осями симметрии. В таком ракурсе явно видно, что основой ее является христианский крест. Однако в другом те же оси образуют библейскую звезду Давида. Компьютер еще ярче, выявит этот феномен. Это вращение модели электронного пропеллера, он же чертова колесо. Здесь в перекрещении осей ясно просматривается сварстика. Странная вещь. Научная модель наномира объединяет символы различных религий. Вопрос о существовании единого Бога решается с помощью науки. Объединение науки и религии можно сравнить с единением ума и сердца. Странно. Но случайно ли это? жил был физик Максвелл. Не наш земной, инопланетный. Его механическую модель эфира проверил Герц, тоже инопланетный. Сделал резонатор, приемник. Научился передавать и принимать электромагнитные волны. Если антенна может трясти эфир, не может ли она оттолкнуться от него, как рыба от воды, подумал он. Долго или коротко ли шли исследования, но завершились они созданием простенького двигателя для дешевенькой летающей тарелочки. С помощью этой техники, а надо думать, что была и другая, они стали посещать Землю. Можно только представить грандиозность этого события для необразованных землян, сопровождая становящегося громом небесным и светом неземным. Их появление оставило различные религиозные символы. Черный квадрат, крест, языческий крест народов Коми, удмуртский крест, трубчевскую серьгу, латвийский узор, грандиозность и тут просто сам собой возникает вопрос, что если подобные аналоги порождены реальными преобразователями энергии инопланетян, посетивших Землю в древности. Как-то вдруг оказалось, формы и структуру наших моделей всегда воспроизводились в традиционных орнаментах, узорах, в утваре, в элементах решеток и оград, в огромном количестве ритуально-магических и декоративных предметов. А может, это действительно память о посещении? Ведь построили же соломенный самолет туземцы, увидев американский бомбардировщик в известном фильме «Воспоминания о будущем». А может быть, о прошлом? Та же связь форм лучших моделей прослеживается в церковной архитектуре. Модель пятикупольного двигателя. Его проверить проще, чем резонатор. Достаточно подключить к нему источник энергии, и разряды тока возбуждают резонатор, и он начинает двигаться в полном соответствии с законами классической физики. Можно подумать, что движение связано с искрением и другими побочными эффектами. Однако эксперименты показали, что влияние разрядов и ионных потоков снимает герметическая камера. А круговая траектория снимает эффект магнитных и электростатических полей. Двигатель работает даже внутри металлического экрана. Резонаторы могут менять свою форму, сохраняя резонансные свойства, так как важным является лишь симметрия формы. двигатель Но как сделать двигатель мощнее? можно можно соединить в батарею много элементов. При этом все они должны работать в одном направлении. Такое преобразование позволяет сохранить резонансные свойства. Повторяя операцию по другой оси, можно увеличить силу тяги. метеором, дальнейшее уплотнение системы увеличивает ее удельную мощность. Но чем не ковёр самолёта, а на руке текар-круга? Разработка и освоение таких источников энергии приведёт к новой технической революции, подобной тем, что являлись с приходом века пара, века электричества, века атома. Только этот источник энергии, вечный и экологически чистый, и рано или поздно мы придём к нему. Лучше рано, как бы не опоздать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok